Добрый день, в эфире новости в студии Джангл Мрзаду и Шенбекова. Митинги разные, но цель одна. В Бишкике сегодня прошли сразу две акции протеста против добычи урана. Одну из них организовали жители Иссык-Кульской области, другую партия зеленых. Участники обеих акций заявили, что настаивают на полном прекращении добычи радиоактивных элементов в стране. Мораторий должен быть введен не на 50-70 лет, а на века, сообщили митингующие. А те, кто когда-то разрешил вести работы по добыче урана в стране, должны быть привлечены к ответственности. Пока требования не будут выполнены, противники добычи урана обещают митинги продолжить. Несмотря на сильный дождь, на митинг против добычи урана собрались десятки жителей Балычина, Рына и Таласа и других регионов республики. Акцию протеста решили провести в сквере имени Горького. Провести митинг на площади не разрешила мэрия. Кто-то приехал в столицу вчера, кто-то пришел на митинг сразу с вокзала. Участники акции накануне уже провели пикет в Иссык-Кульской области. Хотели даже устроить пеший марш до Бишкека, но им запретили правоохранительные органы. Поэтому в столицу добирались на автобусах. Именно эта причина, по словам организаторов, не дала собрать в Бишкеке тысячный митинг. Вчера мы собрали в Балычи митинг на две тысячи человек. Хотели пойти в Бишкек, но нам запретили. Поэтому были вынуждены ехать сюда транспортом. Из-за этого многие из тех, кто хотел принять участие в акции, не смогли присоединиться. Нас никто не организовывает. Мы сами собрались, потому что считаем недопустимым добычу урана. Деньги тратили из своих карманов, на дорогу, на еду. Поэтому так мало удалось собрать. За свой счет приехали и жители других регионов. Люди говорят, что прибыли сюда высказать свое отношение к добыче урана в стране. Митингующие поддерживают идею моратория на добычу радиоактивных веществ. Однако считают, что нельзя ограничивать запрет только на 50-70 лет. Мораторий должен быть постоянным. Мы требуем, чтобы мораторий был на века. Уран очень опасен, и мы не должны добывать его в Кыргызстане. Мы требуем, чтобы запрет на добычу урана был введен по всей стране, не только на Иссыкуле. Многие политические силы пытались нас пригласить к себе, чтобы вместе выступать. Но не нужно вмешивать сюда политику. Мы просто хотим запрета на добычу урана. Мы требуем, чтобы был принят закон, который ведет мораторий на эти добычи в стране. Мы все, которые мирный митинг, собрались на простой народ, чтобы государство услышало наши слова, чтобы прекратило это дурацкое. Это не бесцеловечество, а это правительство. Куда смотреть? Пока в сквере Горького выступали жители областей, на площади Алато свой митинг проводила партия зеленых. Им, к слову, тоже запретили акции протеста в этом месте. Но экологические активисты решили проигнорировать решение муниципалитета. По словам организаторов, районные городской суды своим вердиктом нарушили их конституционное право. Поэтому уходить с площади они отказались. Митинги имеют уведомительный характер, вы знаете. Ну, раз они предъявили, что здесь будут танцевать министерства культуры, здесь будут мероприятия. Ну, вы видите, никаких мероприятий сегодня нет. Поэтому мы вышли очень свободно за запрет добычи и разработки урана и привлечь ответственность к уголовной. Ответственность привлечь тех, кто правит народ в Кыргызстане. Мы почему стали проводить митинг? Потому что было многочисленное обращение граждан Кыргызстана, вы зеленые и так далее. И мы создали движение, движение зеленых в Кыргызстане, куда вошла и партия зеленых. И мы поддерживаем все эти мероприятия. Будем проводить дальше. Экологические активисты обещают, что будут проводить акции протеста до тех пор, пока правительство не откажется от идеи добычи урана по всей стране. А Джигур Кукинеш не закрепит это законодательно. Идею митингов уже поддержали правозащитники и представители других политических партий. Игорь Потанин, Диас Акимбаев, НТС. Специальные средства в отношении участников мирных собраний и митингов применяться не будут, сообщает в правительстве. Ранее, отметим, стало известно, что Кабмин одобрил перечень спецсредств, которые можно применять для подавления массовых беспорядков. В списке значатся резиновые дубинки, пули, костюмы противоударной защиты, помповые ружья и прозрачные щиты. В Кабмине пояснили, что порядок применения спецсредств устанавливается не правительством, а нормативными документами силовых структур. Между тем, по информации Госкомитета промышленности и недропользования, из двух десятков лицензий, выданных на геологоразведку Урана, больше половины действующие. Компании, обладающие разрешением на разведку Урана, могут вести работы не только в Иссыкульской, но и в Чуйской, Ожской и Джалабадской областях. Некоторые из дюжины действующих лицензий продлены вплоть до 2024 года. Двумя из них владеет ОСО «Минерал Эксплойер». Другой компании, Карасайкен, принадлежат четыре лицензии, связанные с поиском золота, меди, ртути, сурьмы и урана, действующие до конца следующего года. Всего же по урану, по данным того же Госпромэнерго, более пяти ОСО и ЗАО имеют на сегодня лицензии на разведывательные работы в разных областях республики. Многие из них, как сообщается, были выданы либо продлены при бывшем руководителе ГКПН Дуишенбеке Зилалиеве. Жуткий случай произошел в Бишкеке, в жилмассиве Алтынказык. Как сообщили сотрудники силовых структур, взрослый мужчина привязал девятилетнего племянника к машине и проволок 20 метров. По данным милиции, они выехали на вызов, так как поступило сообщение о том, что в жилмассиве избивают ребенка. Они расспросили соседей и выяснилось, что девятилетний ребенок якобы взял без спросу деньги у бабушки. И родной дядя, которому 32 года, решил его перевоспитать. Он привязал ребенка веревкой к автомашине БМВ и протащил несколько метров. Мальчик в больнице, в отделении нейрохирургии. По предварительным данным, мама мальчика сейчас находится в России, на заработках отца нет. Ребенок оставался под присмотром родственников. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В милиции подчеркнули, что решением суда Первомайского райсуда Бишкека мужчина был отпущен судом под домашний арест. По подозрению в вымогательстве взятки задержан начальник отдела Бишке главы архитектуры. Как сообщает АКС ГКНБ, чиновник 73-го года рождения был задержан с поличным при получении полутора тысяч долларов. Установлено, что задержанный ранее выявил отсутствие разрешительных документов на земельных участках построек у заявителя и его соседей в жилмассиве Арча-Бишик. Под угрозой сноса он систематически вымогал 10 тысяч долларов, из которых 2 тысячи уже получил в конце 2018 года, сообщили в ГКНБ. По данному факту материалы досудебного производства зарегистрированы в едином реестре. Задержанный во дворенов ИВС СИЗО ГКНБ КР ведется следствие. Дорожно-транспортное происшествие на автодороге Бишкек-Ош унесло жизнь еще одного кыргызстанца. Столкнулись бензовоз и бус. Видео с места происшествия сняли очевидцы. Судя по кадрам, это было лобовое столкновение. У автомобиля с огнеопасным грузом кабину вмяло до неузнаваемости. Мерседес от удара и вовсе разорвал его на части. Авария произошла ранним утром в селе Шамал-Десайджа Лобадской области. По предварительным данным, пассажир буса, ехавшего в сторону Бишкека, не выжил. Известно, что еще пять человек с различными травмами были госпитализированы в территориальную больницу. На месте работают сотрудники ОБДД. Причины этого ДТП выясняются, назначены экспертизы. Факт зарегистрирован в едином реестре преступлений. И еще одно видео ДТП появилось в соцсетях. Как сообщает автор записи, накануне в Бишкеке на пересечении улиц Льва, Толстого и Термечкова водитель Лексуса выехал на встречную полосу и сбил пешехода. Но он не остановился и продолжил движение, причем нарушая ПДД. Как видно, на кадрах пострадавший сам смог встать и отойти на обочину дороги. Очевидцы обращаются к соответствующим органам с просьбой принять меры в отношении водителя. Президент Соренбай Джиенбеков принял участников заседания министров обороны государств членов ОДКБ. Глава государства поздравил их с наступающим днем победы в Великой Отечественной войне. Я отметил, что и сегодня главной задачей ОДКБ является защита территорий от любой внешней агрессии и международного терроризма. Президент обратил внимание на то, что происходящие глобальные изменения в мире, растущий уровень угроз в зоне ответственности организации, требует более высокого уровня взаимодействия. Весьма важна проводимая работа по совершенствованию инструментов и механизмов организации. Главной задачей ОДКБ является защита наших территорий от любой внешней агрессии и международного терроризма. Крыльевская сплюка в рамках председательства последовательно продвигает свои приоритеты. Уважаемые товарищи генералы, происходящие глобальные изменения в мире, растущий уровень угроз в зоне ответственности, организация требует более высокого уровня взаимодействия. Исключительно важно вы отметили то, что мы помним ту нашу родину, которая была много лет. Нас это во многом связывает. Но сейчас мы живем в своих государствах и, естественно, развиваем свои государства, развиваем свои вооруженные силы. И знаменательно то, что организация договора о коллективной безопасности является таким военно-политическим союзом, больше военным союзом, предназначенным для того, чтобы территории наших государств были коллективно и надежно защищены. Мы уверены в том, что те инициативы, которые Кыргызская республика вынесла для реализации на период председательствования ВДКБ, они будут выполнены в полном объеме и принесут определенный результат, определенный плюс к развитию как в общем организации договора о коллективной безопасности, так и наших вооруженных сил, которые мы представляем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Трудового мигранта в России составляет 500 долларов в месяц, поэтому введен элемент не должен создать дискомфорта для граждан Кыргызстана, работающих в России, заключили в посольстве. И пока на этом все. Всего доброго и до встречи в эфире.